Собор Андреевский Собор Андреевский Собор Андреевский Собор Андреевский Собор Андреевский Три с половиной года моряки выкатили 7 машинописных листов требований, вот так четыре, да? Такой проект за три с половиной года нашелся только один. И он и был притворен уже. И вот там мы с вами имеем автор нашего храма, замечательный петербургский архитектор Василий Антонович Васильев. 10 лет строился этот храм. 1913. Все требования моряков я, конечно, озвучивать не буду, до утра не разойдемся, но три основных, без которых точно уехать было нельзя, а я все-таки обучу. Требования первые. Храм должен быть настолько большим, чтобы в храме не разойтись, ребята. Два эпикажа не иметься равно, вот три нашли. 5 тысяч человек помещает этот собор. Это видно очень хорошо. Мы находимся внутри. Является одновременно действующим собором и музеем. И вот здесь 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 Продолжение следует... Такие подсвечники, все с морского тематика, все продумано. Покинули прекрасный собор. Здесь вот все рядышком находится указателя Музея истории Кронштадта. Ну, а мы уже скоро поедем в обратном направлении. Первый наш автобус стоит. Про храм я не забыла. Будем выезжать из Кронштадта, как раз оставлю прасоветское время нашего собора. Ну, и парк остров-фортов, это, скажем, ну, прямо совсем новая точка, да, новая географическая точка на карте Кронштадта, новая достопримечательность. Парк у нас был основан для того, чтобы сохранить и музеифицировать три форта, которые там рядом с берегом, совсем близко друг к другу находятся и близко к берегу. Два форта Петрушского времени и один форт XIX века для того, чтобы их музеифицировать, да, и привести в порядок. Они, слава богу, более-менее сохранились, потому что военными использовались очень долгое время, да, и там как раз базировались военные части. Но состояние, прямо скажем, у них откровенно не очень. И было принято решение, да, привозить, превратить все три этих форта в музеи. Дошли к заливу и наблюдаем форты. Долина фортов. Раньше тут все были камуши, и сейчас сделали такую зону отдыха. Мы еще поднимемся вот на ту обзорную площадку. Там все будет отлично видно. На самой высокой точке находимся. Вот здесь обзор. Мелководная часть. Какое расстояние по дорогам или по небу, или по воде? 153 километра, это что такое написали? Не знаю. На какое расстояние? Что это такое, Архангель 153? 753. А, 753, тогда понятно. Понятно. Сегодня, кстати, суббота. Ну, давайте надеемся, что у нас сейчас все хорошо получится. Да, нам сейчас разворачиваться надо, тут вот эта петля. Сегодня, правда, было как-то просто потрясающе классно, честно. Вот мне не всегда нравится, как я работаю. Я к себе очень привередлива. Сегодня получилось прям замечательно. Но это вам за это, в первую очередь, большое спасибо. Да, потому что с вами было прям как-то сегодня замечательно и тепло. Я, Вите, хочу сказать огромное спасибо за очень быструю, аккуратную езду. Видите, потрясающе. Спасибо, Витя. Ребята, я вам огромное спасибо. Да, и желаю вам отличного выхода. У кого выходной, отличного выходного дня. У кого отпуск отличного продолжения и завершения отпуска. Всего вам самого лучшего.